Любой большой пожар начинается с маленькой искры, оставленной на подзарядке телефон, брошенная в сухую листву спичка, использование неисправной бытовой техники. Множество несчастных случаев можно было избежать, если бы люди не пренебрегали правилами пожарной безопасности. К большому сожалению, как показывает практика, и вот анализируя все произошедшие пожары, особенно в последнее время, ну, обучение нужно проводить среди населения, обязательно в коллективах. Поэтому большой опыт работы в пожарной охране, многие как-то относятся к этому халатно, считают, что с ними ничего не случится, надеются, как говорится, на наша русская авось. Но, к сожалению, случится это может с каждым. Поэтому мне бы хотелось, чтобы каждый получал эти определенные знания, потому что они им нужны. Важные правила ребята усвоили в ходе викторины. Отвечая на вопросы, они узнали, как правильно вести себя в случае возникновения пожара, как быстро потушить электроприбор, выбраться из задымленного помещения и подать сигнал о помощи. К примеру, узнала то, как потушить одежду на человеке. Я узнала, как правильно выбираться, когда ты живешь в квартире, и ниже тебя загорелся пожар. Что делать? Я узнала, к примеру. Много-много другого еще. Также ребята больше узнали и о самой профессии пожарного. В 11-м отряде есть свои герои. В период войны многие анапские пожарные уходили на фронт в составе партизанских отрядов. Фамилии тех, кто отдал своей жизни за мирное небо над Анапой, высечены на памятной доске. Несколько человек в первых рядах устраняли и возгорание на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Получив высочайшую дозу радиации, пожарные спасли тысячи человек и были посмертно приставлены к званию Героя Советского Союза. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.